Здравствуйте, товарищи! Мы все с вами знаем, что 20-21 марта состоится заседание Российского Комитета Рабочих. Заседание Российского Комитета Рабочих много лет, с 90-х годов, проходит ежегодно два раза в год, и поэтому товарищи рабочие, сознательные, имеют возможность обсудить, за что бороться, как бороться, каким образом бороться. И это позволяет чувствовать себя не одиночками, которые брошены на своем заводе на произвол администрации работодателя, как его говорят, хотя вот мои коллеги, докеры, говорили, что он не работодатель, а работовзятель. А работодатель – это тот, кто работает, он дает свою работу, а другие люди часть этой работы присваивают себе, причем большую. По нынешним нормам посещение Российского Комитета Рабочих должно пройти делегирование. Делегатом является такой человек, такой рабочий, которого направили не менее чем пять рабочих с его завода, его коллектива. Это непростое требование. Во-первых, это не должен быть волк-одиночка, который, так сказать, любит приехать и побитарить с товарищами других городов. Это должен быть человек, который кого-то представляет. Он представляет определенные интересы, и если человек не может на своем предприятии найти пять человек, которые могут его делегировать, значит, он, видимо, там себя как человек, еще как организатор, как рабочий организатор не проявил. Ну вот, несмотря на то, что это достаточно жесткое требование, раньше такого не было. Поэтому приезжали разные там люди, которые не знали там, как себя вести и не вполне держали марку Российского Комитета Рабочих. Сейчас вот это требование определенное, жесткое. Ну, получается, что мы не полностью используем возможности того, чем мы располагаем. Вот эти пять человек, которые направляют делегата, наверное, они хотели бы послушать, а чем, что было на заседании Российского Комитета Рабочих, и что может рассказать делегат. Правильно? Имею в виду, что в крупных городах получается там два, а может быть и три таких представителей. Если два представителя, допустим, едут из Ленинграда, значит, это десять человек, которые их делегировали. Значит, десять человек, неплохо бы им познакомиться с тем, как те люди, которых они делегировали, как они себя проявили, и обсудить те вещи, те вопросы, которые рассматривались на заседании Российского Комитета Рабочих. Потому что никаких особых своих проблем, у которых не были бы проблемы рабочих, Российский Комитет Рабочих вообще не затрагивает. Наоборот, он как раз учитывает именно то, что на сегодняшний день является самым актуальным, самым нужным, самым важным. Кто может товарищам-делегатам помочь в определении этого, что сейчас важным является, в том числе для рассмотрения нас в следующем заседании, которое будет через полгода. Раз в полгода проходит заседание Российского Комитета Рабочих, и следующее будет сейчас весной, а следующее будет осенью. Вот в связи с этим, я думаю, было бы правильно, если бы люди, приехавшие, заседали Российского Комитета Рабочих, отчитались бы. Перед кем? Ну, перед теми, кто их отправлял, кто их направлял. Или, так сказать, я пробежал, подписал, приехал там, меня делегировали, я выступал, слушал, ну, а товарищам как-то не рассказал. Я думаю, будет правильно, если бы эти товарищи-делегаты рассказали бы тем, кто их делегировал, о том, как происходило заседание Российского Комитета Рабочих, и рассказали то интересное, что там было. Потому что, кроме того, что записывается на заседаниях, там есть возможность общения рабочих из разных городов, поскольку они живут в одном и том же месте, то есть там в разных номерах в гостинице. Значит, они могут повстречаться вечером, после легкого заседания, могут обсудить то, что для них является насущным, и то, что вот у других получается, у них не получается, и так далее. Потому что нужно, видимо, выбирать то, что является общим делом, не только для данного предприятия, для данного завода. Например, на всех предприятиях существует проблема с ухудшением условий труда. Почему? Потому что в советское время были планы улучшения условий охраны труда. Потом начали просто констатировать, какие условия труда, поэтому просто их фиксировали. А вот нынешняя форма, специальная оценка условий труда, она содержит в себе загадку. Специальная. Так кто это специально так придумал, чтобы приходила бы какая-то компания, не государство определяло, не трудящиеся, не профсоюзы, какие условия труда, а приходила бы какая-то государственная, какая-то не государственная компания или государственная, но за деньги. И деньги этой компании платит работодатель. А потом получается, что было вред, была вредность, нет вредности, были опасные условия труда, не опасные. И получается, что люди имели, допустим, пять дней к отпуску, в связи с тем, что они работают во вредных условиях труда, а теперь у них нет этого. Это специальная оценка труда, так как хочется сказать. Но специально так придумали, чтобы подбирать вообще те блага, которые трудящиеся есть, и завоеванные, и трудом, и борьбой, и долгой. Еще даже при капитализме начинали это завоевывать, потому что некоторые по 8 часов уже не работают, а работают сверхурочно. И не всем оплачивают сверхурочные работы. Ну вот, скажем, другой вопрос сам. Вопрос о сокращении рабочего времени без понижения зарплаты. Ну, существенно сейчас выросли транспортные затраты по времени. Ну, все понимают, что если раньше он 40 минут добирался, сейчас полтора часа. На такое же расстояние в крупных городах. Плюс надо понимать, что еще рабочим нужно переодеться, умыться, одеться, так сказать, и до работы, и после работы. В отличие, скажем, от представителей такой профессии, у меня, которая, как говорится, закрыла рабочее место убрана. Поэтому не у всех такие условия, это надо понимать. Короче говоря, есть тут что обсудить. И было бы очень хорошо, чтобы не получилось, что вот съездили и забыли до следующей полугодии. Потом в следующей полугодии опять съездили и опять забыли. То есть надо бы, чтобы у нас борьба рабочих за свои интересы, она организовывалась, она не пропадала. Чтобы она не пропадала, что нужно. Но желательно не мечтать, что вдруг возникнут какие-то особые рабочие профсоюзы из того ни с сего. Вот я сейчас есть профсоюз, а я сейчас прособеру трех человек или пять и создам профсоюз. Ну и будет он маленький такой, ничего не способный сделать, потому что по всем категориям, как записано в Трудовом кодексе, нужно там больше половины голосов, там больше половины, там больше половины. А вот сделать рабочую секцию профсоюза, никто нам не мешает. Рабочую секцию любого профсоюза, вместо того, чтобы объявлять его желтым, несмотря на то, что Ленин говорил, что работать надо во всех, то есть из самых желтых профсоюзах. И Марс, когда писал о нищете и философии, он, правда, слово профсоюз не употреблял, но он, отвечая на философию нищеты Прудона, говорил, что начинается борьба рабочего класса с борьбы за зарплату, а потом, поскольку зарплату не получишь в одиночку, не повысишь, начинается борьба за объединение, за права на объединение. Но слово профсоюз не говорил, но объединение по профессии, объединение по профессии и есть профессиональный союз. Что значит желтый, коричневый, красный? Это люди, которые одной профессии собрались и объединялись для борьбы за свои общие интересы. Может быть, у них идеология разная, даже, может, противоположная, но даже не партия. И тем более, это не какое-то идеологическое учреждение. Это союз работников одной профессии, который борется за свои самые насущные интересы. Это сокращение рабочего времени, улучшение условий труда, повышение реального содержания заработной платы. И, так сказать, обеспечение условий для своего благосостояния и развития себя, и своей семьи, и своих товарищей. Поэтому, значит, что, собственно говоря, предлагается, и что я хочу, так сказать, вполне официально предложить товарищам, которые будут поедать на Российский комитет рабочих, и организациям, которые направляют на Российский комитет рабочих, хорошо бы после заседания, и даже предусмотреть на самом заседании Российского комитета рабочих, что делегаты возвращаются, собирают своих товарищей, которые их делегировали, и они, так сказать, отчитываются. Но еще интереснее было бы, и правильнее было бы, если бы они собрали, так сказать, в одном каком-то месте, с помощью товарищей, которые обеспечивали направление на работу, собрали их в одном месте и сделали бы маленький съезд объединения рабочих соответствующего города. Я почему говорю об объединении рабочих? Потому что для того, чтобы рабочим объединяться, не надо ни ходить, ни регистрироваться, ни куда-то заявляться. Точно так же, как и профсоюз может быть с регистрацией и без регистрации. Общественное объединение может быть с регистрацией и без регистрации. Газета, например, вот «Народная правда». Я одно время был не только главным редактором «Народная правда», а еще и директором ООО «Редакция газеты «Народная правда». Имел счастье заниматься бухгалтерией, ходить, так сказать, постоянно отчитываться налоговую и так далее. А потом я взял ее и закрыл, эта ООО «Редакция». И достаточно, что средства массовой информации зарегистрированы как средства массовой информации, а не как юридическое лицо. Некоторые люди думают, что если тебя не зарегистрируют как юридическое лицо, а у них лица не будет. Не будет у вас необходимости сдавать налоговые отчеты, иметь бухгалтера, платить ему деньги, бегать, постоянно, так сказать, ходить в банки, делать платежи, платежки отправлять и так далее. И прочее, и прочее. Ну вот, есть закон о общественных объединениях, всем бы рекомендовал его с ним познакомиться. Этот закон гласит, что могут быть в разных форумах общественные объединения, и они могут быть как зарегистрированы, так и не зарегистрированы. Законные, но не зарегистрированы. Кстати, рабочая партия России действует на правах общественного объединения. Это означает, что мы не обязаны бегать и участвовать в муниципальных выборах, так сказать, которые Ленин называл влужением умывальников, потому что никакие вопросы принципиальные там не решаются. И все, выборы, 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 и в итоге, так сказать, уже они всем даже надоедут. Ну, большая партия, когда она такая, что она может там выдвинуть какое-то количество еще и депутатов в парламент, она может в парламенте тогда заявлять какие-то свои позиции. Но надо, чтобы эти люди в парламенте были сотой частью, или, может, тысячной частью от коллектива этой партии. Тогда она это не пропадет. А иначе, получается, как все эти парламентские партии, там не только голова, а там и голова, и ноги. И ничего больше и нет. И все остальное еще деньги, которые надо на это все тратить. Ну, вот, если два человека, которые едут из одного города, приехали обратно, вот они могут организовать с помощью, в том числе, товарищей из рабочей партии, из фонда рабочих людей, могут организовать небольшой съезд рабочих соответствующего города. И этот съезд вполне может собираться всего два раза в год. Пока не наметит сам еще какие-то, может быть, необходимые тематические. Это, значит, каждый раз после заседания Российского комитета рабочих. А может быть, он, может быть, будет собираться и прежде, чем кого-то делегировать, чтобы дать напутствие делегатам на будущее. То есть было бы очень хорошо, если бы у нас в России в каждом городе были бы объединения рабочих. Вот у нас в свое время, в 90-х годах, в Ленинграде было объединение рабочих предприятий, промышленности, транспорта и связи Ленинграда. Его председателем является Евгений Петрович, вот недавно Дмитрий Олегович Назаров, который исполняет обязанности секретаря Ленинградской организации рабочей партии России, взял интервью Евгения Петровича Тимофеева, и он рассказывал как раз о том, что делало объединение рабочих Ленинграда. Объединение рабочих Нижнего Новгорода существовало, объединение рабочих в Москве, оно называлось «Союз рабочих Москвы», а его председатель Шишкарев Василий Иванович, тоже известный полярник и один из известных членов Рабочей партии России, очень грамотный и толковый человек. Ему тоже есть что порассказывать о том, как действовали люди раньше. Но если мы будем только глядываться назад, а не идти вперед, то мы будем историками, а не деятелями. Надо идти вперед и даже в 90-х годах, когда еще и партии на ноги не встали, и рабочая партия не встала еще на ноги. Фонд Рабочей Академии был создан только в 94-м году, а уже в 89-м году объединение рабочих работали. И учредителями Фонда Рабочей Академии теперь вот известен он, и вот канал у нас Фонда Рабочей Академии. А кто учредители Фонда Рабочей Академии? Называем учредителями Фонда Рабочей Академии и является. То есть вот те, кто образовали и позволили зарегистрировать это как юридическое лицо Фонда Рабочей Академии. Фонд Юридической Академии. Это объединение рабочих предприятий промышленности транспорта и связи Ленинграда, это объединение рабочих Нижнего Новгорода и Союз Рабочих Москвы и Петровская Академия Наука и Искусства, организация патриотических ученых, которые сделали Крестьянский университет и на съезде Петровской Академии Наук сказали, что нужно и рабочим иметь свою организацию. Они готовы поддерживать. И выступили учредителем такой организации, какой является Фонд Рабочей Академии. А Фонд Рабочей Академии представил свой проект трудового кодекса, который успешно конкурировал со всеми проектами и занял второе место при голосовании в Думе. Ну и Фонд Рабочей Академии имеет вот те средства, пропаганды, которые пользуются. Он издатель газет, газеты там, Народная Правда. Он выпускает такой канал. Имеется сайт и фонда Рабочей Академии. Но надо это все хорошее прилагательное, если есть рабочее движение. А рабочее движение, оно организовывается. Если люди уже делегируют на съезд, вот этих делегатов надо собрать. И я думаю, что было бы полезно. Разумеется, это не более чем рекомендация и совет. В том числе совет от Фонда Рабочей Академии, от меня как президента Фонда Рабочей Академии и как профессора по кафедре экономики и права, это мое ученое звание. Ну и хочу сказать, что я очень бы советовал не торопиться с какими-то, обязательно заниматься зарегистрированными организациями, потому что Фонд Рабочей Академии зарегистрировали. Нас налоговую пыталось прикрыть один раз. Я выиграл суд у нас в Дзержинском суде районном, а потом городской суд у налогов. Но когда я пришел в городской суд, на стене висела такая надпись «Министерство юстиции Российской Федерации против Фонда Рабочей Академии». Не очень мне понравилось это. Но налоговая вела себя очень, я бы сказал, с точки зрения практики введения судебных висела нехорошо. Она стала там на суде, в городском суде доказывать, да мы вообще будем без всякого суда вас закрывать. А три тетеньки судьи, которые сидели, что уже без суда, да? Без суда. Да, мы их будем закрывать без суда. Ага, ну хорошо. Они там же быстро все решается в городском суде. 15 минут побежали в совещательную комнату, только туда убежали. Сразу выбегают оттуда и объявляют. Отклонить. Короче говоря, вот Фонд Рабочей Академии судился раз, судился два. Но я никому совершенно не хочу посоветовать заниматься этим делом. Потому что можно знать, понимать, я готов даже помогать кому надо выиграть суд. Но самим залезать это дело не надо. У нас есть прекрасный закон об общественных. И там форму можно выбрать и общественные объединения какие угодно. Некоторые не понимают, что у нас не фашизм, а буржуазная демократия. А буржуазная демократия смотрит так. Ну раз это пока небольшие действия, соединения каких-то рабочих, ну и пусть они копошатся нам-то что. Ну а когда рабочие на себя объединятся и достаточно разовьются, тогда уже рабочие поставят вопрос о том, что там кто копошится наверху. Вот. Поэтому не надо, так сказать, в этом смысле бежать впереди паровоза и бежать за всякими бумагами, помещениями, налогами, всякими справками. Надо объединяться рабочим в своих действиях. Потому что самой важной задачей является научиться составлять проект коллективного договора. В него включать то, что вам нужно, а не то, что нужно кому-то другому и другого предприятия. Хотя всеобщее, оно и есть всеобщее. Везде есть такие проблемы, как и роста зарплаты, и проблема улучшения условий труда, и везде есть проблема у рабочих, увеличение свободного времени, в том числе за счет увеличения отпуска и сокращения рабочего дня. Это всеобщие задачи, которые нужно решать по возможности совместно. И надо помнить то, о чем говорил Ленин, что рабочий без организации ничто, а организованный он все. Вот поэтому я считаю, и это мое предложение, возобновить работу, объединение рабочих во всех крупнейших городах России. И это, я думаю, должно встать важнейшей и одной из важнейших задач рабочей партии России и фонда рабочей академии. Спасибо за внимание.